Продолжение следует... Первое – это по возможности не прерывать нашего докладчика. Для этого необходимо убедиться, что у вас значок микрофона в панели инструментов, правый верхний угол, окна Life Meeting. Значок микрофона отключен, значок веб-камеры, если она у вас есть, тоже желательно не включать. Единственный значок, который вам позволит слышать докладчика – это значок динамика. Он должен быть у вас разрешен, то есть включен. Ну и второе правило – это традиционно все вопросы по ходу вебинара фиксируйте, пожалуйста, либо где-то себе на бумажке, либо можете вписывать их сразу в функцию Q&A – Question and Answer. Правда, по традиции мы ответим на них уже в конце вебинара. Тогда будет сессия вопросов и ответов, и мы сможем ответить на все возникшие интересующие вас вопросы. Сегодня тема нашего вебинара – это системы радиочастотной идентификации и системы машинного зрения. Тематика будет освещена нашим экспертам отдела сенсора и коммуникации, и то и другое, как бы поддерживается нашим коллегой Размахаевым Александром. Будет представлена презентация, обзорная по всем продуктам этой тематики, которая предлагается на данный момент компанией Siemens. А также будет проведена небольшая такая демонстрация оборудования, доступных демообразцов, которые у нас есть в бюро. Ну, вы сможете увидеть внешний вид и, ну, так скажем, основные конструктивы, как это выглядит, ну, чтобы это не было просто на картинках и на словах. Продолжительность нашего вебинара традиционно где-то порядка максимум двух часов. Пользуясь случаем, так скажем, хотелось бы, конечно, поздравить всех наших дорогих участников, кто всегда с нами или подключился впервые с наступающим Новым годом, пожелать творческих успехов, здоровья, ну и удачи в Новом году. Итак, наш докладчик готов. Я буквально через пару секунд передаю слово моему коллеге Размахаеву Александру. Включим микрофончик. Доброе утро, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Во-первых, действительно, я хотел бы селиться к словам Евгения, поздравить всех с наступающим Новым годом. Несмотря на то, что у нас такое уже предновогоднее у всех настроение, я хотел бы сегодня рассказать вам более подробно о наших решениях отдела сенсорной коммуникации компании в Симисо и на решении области системы считывания кодов и систем радиочастотной идентификации. Давайте мы с вами сейчас начнем. Для начала, конечно же, я хотел бы вкратце рассказать о том, для чего нужны данные продукты, данные компоненты. В принципе, на любом производстве сейчас наблюдается такая тенденция, что все процессы усложняются, в настоящий момент наблюдается такие тенденции, как индивидуализация производства. То есть, другими словами, в больших и крупных производственных компаниях, несмотря на то, что имеется определенная линейка продукции, которая предназначена для общего рынка, тем не менее, зачастую от таких компаний получают специализированные заказы, рассчитанные на мелкосерийное производство. По специальным заказам от клиентов, необходимо от компаний на одной и той же производственной линии отчетвить выпуск продукции, который подвлетает определенным требованиям данного заказчика. И поскольку в данном случае от таких заказов может быть не один и не два, довольно-таки большого количества, то, конечно же, достаточно становится сложным и нетривиальным решить задачу обеспечить ослеживание тех или иных запчастей, тех или иных компонентов для данной продукции в рамках одной производственной линии. Кроме того, все мы с вами живем в эпоху глобализации. На сегодняшний день компания, которая находится в Австралии, может поставлять продукцию в Штаты, в Россию, в Китае, куда угодно. И, соответственно, конечно, в данном случае отслеживать местоположение груза на складе, осуществлять отгрузку и оприходование товара, а также становится весьма-весьма серьезной задачей. И, разумеется, любое производство, любая компания на сегодняшний день живет в высококонкурентном рынке, в серьезной конкурентной среде. И, значит, дабы удержать и сохранить существующих заказчиков и получить новых, необходимо четко выдерживать стандарты качества. И, разумеется, в производственном процессе это играет особую роль. И для этих целей как раз-таки и нужны системы и идентификации, которые позволят оследить, правильно ли, например, на автомобильном конвейере были собраны те или иные агрегаты, компоненты для будущего автомобиля. И, конечно, в случае, если происходит какой-то сбой, какие-то проблемы с, допустим, появляется обракованной деталью, либо ошибается оператор, тут же система понимает, что на данном этапе произошел сбой и нужно срочно данную ситуацию исправлять. Я не буду, наверное, сильно много говорить об этом, я просто еще хотел бы отметить следующий факт, что системы радио-частоты НТПК, системы щитывания кодов, одним словом, любые системы идентификации являются важнейшим компонентом любого современного производства. Использование данных систем позволяет, как я уже говорил, повысить качество продукции за счет отслеживания состояния всех компонентов и состояния действий сотрудников, работающих на доверии, в любом производстве. Осуществляется полный контроль движения материалов, какие запчасти или какого машинного комплекта, предположим, если мы говорим примитивно, кто же из нашей самой автомобильной промышленности, идут на какой агрегат, на какой узел, и, соответственно, на всех этапах, на всех, скажем так, участках сборки мы можем отследить, опять-таки, действия оператора и какие детали в каком количестве были израсходованы и, так сказать, отследить должным или качеством обладает, значит, прошедшая данную операцию продукт или заготовка. Итак, что касается тех продуктов, которые предлагает компания Siemens, мы предлагаем два основных элемента, скажем так, две основных группы продуктов, решающих данные задачи, это системы считывания кода и системы радиоочастотной идентификации. Давайте поговорим более подробно о них. Итак, как я уже говорил, системы радиоочастотной идентификации и системы машинного зрения помогают осуществить контроль движения товаров на производстве, помогают осуществить контроль и отслеживание той тары либо тех держателей конструктивных элементов, которые используются на конвейере для перемещения продукции. И также очень важный момент – это то, что на выходном участке производства, когда готовая продукция попадает на склад, значит, данные компоненты являются очень важным элементом общей системы автоматизации производства для того, чтобы обеспечить отслеживание и движение готовой продукции по складу и, соответственно, осуществить корректную и качественную отгрузку товаров, значит, дабы не перепутать, собственно говоря, заказчиков и убедиться, что та или иная партия товаров идет именно тому самому заказчику, который ее ожидает. Итак, начнем мы с системы считывания кодов. И хотелось бы отметить, что компания Siemens предлагает законченный портфель таких решений, в частности, мы говорим о стационарных системах считывания кодов, которые из себя представляют какие-то специализированные камеры с специальными интерфейсами. В данном случае мы говорим о системах Simatic V420 и Simatic V440. Simatic V420 является системой начального, скажем так, уровня, который имеет компактный дизайн, имеет относительно высокую стоимость и, соответственно, есть некоторые функциональные ограничения. Что касается Simatic V440, то это продукт является, так сказать, high-end продуктом, то есть он оснащен самыми современными алгоритмами распознавания образов. Он поддерживает не только высокую дальность считывания до 3 метров, но и, соответственно, позволяет анализировать не только штрих и двумерные коды, но и производить арктическое распознавание текстовых символов. Соответственно, хотелось бы, сбегая вперед, отметить, что совсем недавно вышла новая версия прошивки для данных аппаратов. Это прошивка версии 5.0, в которой улучшены алгоритмы распознавания и которая, по сравнению с предыдущими версиями, в ней был изменен немножко интерфейс. Но, тем не менее, весь функционал и управление остались теми же. Я постараюсь сегодня вам продемонстрировать немножко интерфейс и конфигурирование данного считывателя. В данном случае у нас на нашем, так сказать, демо-стенде представлена камера MV440SR. И, соответственно, мы постараемся сегодня успеть с ней поработать. Также мы предлагаем портативные считатели, предназначенные для ручного считывания кодов систематик HOG I40T и I45T, которые отличаются конструктивно и обладают различными габаритами. Но, что касается своего главного предназначения именно считателей кодов, они абсолютно идентичны по функционалу с стационарными считывателями MV440, не считая, разумеется, познавания текстов. Также в существующей линейке имеется уже довольно-таки долгий существующий на рынке продукт это оптический сенсор Asimatic BIS-130-2, который также владает функционалом считывания кодов, но также на базе данного аппаратной части данного сенсора также существует и отдельно, так сказать, стоящие в нашем портфеле решения продукты для машинного зрения, которые позволяют по образу, по получаемому снимку осуществлять принятие решений о том, является ли, допустим, товар, движущийся по конвейеру, бракованным, либо не бракованным, именно по визуальным признакам. То есть на основе сравнения с эталонным интерфейсом мы можем определять, является ли тот или иной образец на нашем конвейере, допустим, годным, так сказать, для дальнейшего использования, либо он браковывается на основании решений, которые делает сенсор. Что касается систем читывания кодов, то если мы говорим о стационарных системах, то на слайде вы видите представлены те характеристики, которые образуются данным продуктом, в частности, если мы говорим о типах читываемых кодов, то абсолютно все и MV420, и MV440, все считатели поддерживают достаточно широкий перечень кодов, но наиболее распространенными из них являются код 39, код 128, EAN8, EAN13 или других, и это что касается 4 кодов, и что касается двухмерных кодов, так называемых 2D кодов, то здесь наиболее распространение в производстве получили коды DMC, Data Metrics Code, и, соответственно, QR-код, который вы наверняка все знаете, потому что сейчас очень много существует различного рода рекламных ресурсов, которые используют для перенаправления на свою страницу от того продукта, который рекламируется, именно QR-код, который вы можете оштабить при помощи смартфона с специально установленной на него программкой. Кроме того, значит, для считывателей MV440 поддерживается фактическое распознавание текста, то есть одновременно с осчитыванием кода мы можем одновременно оштабить и текст в поле зрения и, соответственно, передать эту информацию в систему автоматизации. Что касается скорости считывания, то для MV440 поддерживается скорость до 70 тысячи твани в секунду, для MV440 до 80 тысячи твани в секунду. Если мы говорим о камере SR, соответственно, если мы говорим о камере с более высоким разрешением, то здесь, конечно, скорость считывания меньше, но, тем не менее, это необходима для корректной обработки снимаемых, так сказать, получаемых изображений. Что касается дальности, как вы уже видите, для MV420 дальность рассчитывания до 30 сантиметров, для MV440 до 3 метров за счет того, что в MV440 могут быть использованы внешние кольцевые вспышки, которые, скажем так, дают лучший свет и лучший показатель освещенности для, скажем так, далекого отношения к камере кода, и, соответственно, мы можем посчитать и на такой дальности коды с изделий, продукции и так далее. Что касается интеграции, то все продукты, все считатели очень легко интегрируются в среду автоматизации Simatic. А кроме того, учитывая, что я чуть-чуть, опять-таки, забегая вперед, у камер основным интерфейсом передачи данных является Ethernet, то, соответственно, мы также можем интегрировать камеру напрямую в систему верхнего уровня, например, в базу данных, SQL Server, Oracle и так далее, учитывая, что формат передачи данных в камере отсчитывается при помощи серийного подключения. То есть протокол достаточно простой, соответственно, написав коннектор к базе данных, мы можем напрямую записывать информацию с камеры в IT-систему. Что касается встроенных интерфейсов, мы о них еще подробно поговорим. Понятно, что есть интеграция с промышленным Ethernet, а также сетями, которые традиционно используются в промышленной автоматизации, это сети Profibus, ProfiNet, также есть возможность передачи данных по серийному протоколу S-232 и также по TCP IP, то есть, разумеется, через Ethernet. Что касается типов кодов, с точки зрения нанесения их на продукцию, какие коды могут быть считаны? Любые на самом деле. То есть самый простой случай – это печать на принтере, как мы видим, но данный вариант не ограничивается. обоснованности наших рассчитывателей. А также код может быть нанесен на продукцию непосредственным способом при помощи лазерной маркировки, либо перфорации, либо игольчатой насечкой. Да, конечно, в зависимости от фона изделия, скажем так, в зависимости от четкости кода, качество считывания будет различным, но тем не менее, при соблюдении определенных условий, о котором мы еще поговорим, осчитывание кода, нанесенного, например, игольчатой насечкой на, например, какую-нибудь темную металлическую заготовку и качество осчитывания кода с официнарным варианте, нанесенным острульным принтером на бумагу-черной краской. Здесь будет это все абсолютно идентично. Где применяется? Не буду повторяться. Применяется абсолютно везде. Везде, где у нас существует движение материалов, либо готовой продукции, которая представляет собой некое озаконченное изделие, которое можно перенести в коробки, в бочки перекатить и так далее. Везде здесь может применяться система идентификации. В качестве исключения, где тяжело найти применение наверное данной системы, я бы мог, наверное, отметить, может быть, нефтехимическую промышленность, в которой, соответственно, продукции перемещаются по трубопроводам, допустим, по газам либо жидким видам, то тут, конечно, система идентификации не применима. Но во всех остальных случаях мы всегда можем найти такое применение. Например, автомобильная индустрия, это, наверное, такой наиболее очевидный пример, где может использоваться система считывания кодов и радиочастотной идентификации. Фарминдустрия, то есть, в этом случае используются считыватели для считывания данных с мелких коробочек либо опузырков с лекарствами и так далее. Табачная промышленность, пищевая, само собой, и так далее. Для примера просто хотел бы еще раз вам подширкнуть и указать те типы кодов, которые поддержатся нашими системами. И вот на этом слайде просто приведены такие картинки, которые иллюстрируют те или иные типы кодов. По окончании нашего сегодняшнего семинара вы все сможете получить материалы данной презентации, отправив мне на электронную почту соответствующие ваши контакты. И, соответственно, если вам это будет интересно, то с удовольствием вам поделюсь слайдами нашей сегодняшней презентации. Итак, давайте мы немножко более подробно рассмотрим характеристики наших считывателей. Итак, система E420 и E440 очевидно используется для считывания кодов. Отличается в основном тем, что имеет различные характеристики сенсора, а именно его разрешение. То есть, если, допустим, в случае для MV440 существует три версии камеры с различными сенсорами, то есть, если, допустим, для стандартного варианта это камера E440 SR разрешение сенсора составляет 640 на 480 пикселей, камера с индексом HR это означает High Resolution имеет разрешение 1024 на 768 пикселей и самая, скажем так, крутая, наиболее серьезная камера с самым мощным сенсором представляет возможность предлагать разрешение 1600 на 1200 пикселей. Что касается скажем так внешнего вида интерфейса управления, в данном случае все действия мы совершаем через веб-интерфейс. Данный интерфейс абсолютно идентичен для обеих типов камер, то есть, и для MH420, ММ440. Итак, давайте теперь более подробно посмотрим, какие отличия существуют между всеми нашими ассоциативными считателями кодов. Базовая модель MH420 SRB, которая не позволяет одновременно считывать несколько кодов в поле зрения, соответственно, в данном случае отличие SRB от SRP отличается именно тем, что в SRP появляется возможность отсчитывания нескольких кодов в пределах одного поля зрения. Что это означает? Допустим, если в поле зрения камеры попадает два-три кода, то, задав в интерфейсе управления камерой количество кодов, которые мы ожидаем увидеть в пределах поля зрения, камера автоматически будет стараться найти и распознать те коды, которые она в пределах всего поля зрения. При этом советует отметить, что эти коды могут быть совершенно различными, то есть, например, если в поле зрения попадает DMC-код и код какой-нибудь IAN-128, то при одолженных настройках в интерфейсе камеры, камера прочтет и IAN-128, и, соответственно, DMC. Что касается MV440. Как я уже говорил, основной характеристикой, отличающей данной камеры от MV420 является дальность считывания. Здесь на один интерфейс становится больше, который если сравнить MV420 и MV440, то мы видим, что у MV420 два интерфейса, у MV440 есть три. Кроме того, увеличивается дальность благодаря возможности использования внешних кольцевых вспышек. Кроме того, появляется возможность оптического распознавания символов, чего нет в MV420. Если нам требуется не только считывать коды, пусть даже 2-3 кода в пределах поля зрения, но и необходимо считывать те символы, которые имеются в пределах поля зрения рядом с кодом, допустим, какие-то цифры либо какие-то опометки, то мы для этих целей должны использовать камеры MV440 и в зависимости от параметров обсчитывания, то есть дальности разрешения кода, мы используем эту или иной модель. Либо стандартные варианты MV440 SR, либо наиболее мощные MV440 UR. Следует отметить, что чем больше разрешение у камеры, тем большее поле зрения достижимо для данной камеры. Например, если мы возьмем мануал по MV440, то мы можем увидеть, что для MV440 SR, например, максимально достижимое поле зрения составляет 19 на по-моему 16 см, а в варианте для MV440 эти цифры уже будут другие, это будет 29 на 20 см. Разумеется, а при этом нужно обеспечить определенный уровень, скажем так, определенную величину разрешения кода, то есть очень мелкий код, разумеется, камера не считает на таком большом расстоянии, допустим, полтора метра, но, тем не менее, то есть при соблюдении правил, о которых мы еще поговорим, возможно отсчитать несколько кодов в пределах такого достаточно большого поле зрения. То есть еще раз повторюсь, для камеры MV440 это поле зрения может составить величину от 28 на 20 сантиметров. Немножко приближимся теперь отдельно по каждому типу камер, соответственно, заказные номера вы видите внизу. Что касается характеристик, да, кстати, не отметил, у всех камер MV440 2440 класс от защиты IP67 при использовании вспышек имеется также описание кожухи, которая позволяет защитить объектив и вспышку от позиции пыли, влаги и так далее. Соответственно, опять-таки, повторюсь, класс от защиты уже собранной камеры готовой, к работе будет репетичная система. Имеется встроенный веб-сервер, имеется интерфейс для передачи данных по REST332 и по Ethernet. Что касается возможности интеграции с контроллерами, для этих целей существует целая линейка специальных коммуникационных модулей, которые применимы как для системы радиочастоты идентификации, так и для камер. то есть, допустим, для интеграции с сетями ProfiBuzz потребуется коммуникационный модуль ISM 456 либо RF 160C. Соответственно, для интеграции в ProfiNet это будет RF 170, для интеграции в сети, построенной, где передача данных основана на протоколе Ethernet IP, если такой, мы используем модуль RFID, RF, если ошибаюсь, 181 и IP. Что касается, возвращаясь к нашим камерам, значит, если мы говорим про Mbatch 320, пожалуйста, запомните, не поддерживаются такие функции, как, соответственно, оптическое распознавание символов, но поддерживается для базовой модели, это не поддерживается, для модели SRP поддерживается возможность считывания нескольких кодов в пределах поля зрения. Во всех камерах используется алгоритм IDGenius, который, ну, можно, как бы, о нем говорить много, но на самом деле это лучше всего, как говорится, один раз увидеть. То есть, если мы настраиваем работу камеры в режиме IDGenius, потому что есть астандартный режим и режим IDGenius, то мы тут же видим, как лучше камера справляется со своими обязанностями, то есть, при тех же условиях камера лучше считывает коды работы в режиме IDGenius. Что касается MB440, чуть больше скоростей, но, опять-таки, это применимо только для камеры SR, потому что камера, например, UR, обладающая наиболее, скажем так, мощным сенсором, она считывает порядка 20 тысяч, учитывая, что чем больше разрешения, тем большее количество данных они хотели бы отработать камере при получении снимка. Во всем остальном все то же самое. Добавляется, как я уже говорил, возможность оптического распознавания символов и, соответственно, те же самые интерфейсы для подключения к сетям Ethernet, Profibus, Profibus, либо напрямую в, соответственно, от сети автоматизации осуществляется именно через интерфейсные модули. Соответственно, как я уже говорил, эти интерфейсные модули едины и для систем считывания кода, и для систем радиочистотной идентификации. На всякий случай напоминаю. Здесь приведены примеры шрифтов, которые гарантированно хорошо считываются камерой, но, опять-таки, в данном случае можно сказать, что если ваш шрифт, который вы используете на вашем продукте вместе с кодом более-менее похож именно по, так сказать, как говорится, look and feel на те шрифты, которые проведены здесь, то я могу у вас уверить, что этот шрифт будет считан. Если вы не используете какой-нибудь нестандартный, такой веселый шрифт, как, например, comic sense какой-нибудь, то, конечно, значит, допустим, какой-нибудь шрифт, такой, как, например, Georgia, например, он также будет такой считан. Вот те виды шрифтов, которые гарантированно подвижутся, вы видите здесь, но и, как бы, традиционный шрифт Arial, Courier, он, значит, который, значит, может быть использован, мы также можем считать при помощи наших камер MV440. Поговорим немножко про интерфейсы MV440. Я бы, как бы, сразу беру именно наиболее мощные камеры, потому что, как бы, наибольшее количество возможностей, значит, они могут показать. Если будут вопросы по MV420, то, пожалуйста, задавайте. В отличие от MV420, в данных камерах имеется три интерфейса. Первый интерфейс используется для подачи питания при условии, если мы не используем питание по Ethernet для камеры через третий интерфейс. Соответственно, также имеется вход для триггера либо сигнала стабирования для внешней вспышки. Это означает, что, например, на прямую камере мы можем подключить какой-нибудь световой барьер, и, соответственно, по основе на сигнале, получаемом от барьера, мы можем отрегерить, соответственно, нашу камеру, не делая это через контроллер, а делая это, скажем так, напрямую. Также, первый интерфейс используется для подключения камеры для передачи данных по протоколу REST222 в компьютер, например. И, соответственно, здесь же имеется четыре программируемых цифровых входа-выхода. Второй интерфейс традиционно используется для подключения камеры к, соответственно, коммуникационным модулям. ASM, допустим, там тоже самое 456-й, либо, соответственно, профинетовский 180C. Значит, мы используем специальный кабель, в данном случае он является гибридным, по которому подается и питание, и передаются данные. Соответственно, ну, вот есть такой интерфейс. И третий интерфейс это интерфейс Ethernet, при помощи которого мы можем напрямую подключить камеру к сети Ethernet, передавать данные по этому интерфейсу, и, кроме того, как в случае нашего демо, мы используем один и тот же кабель для передачи и данных, и питания камеры по данному интерфейсу, в соответствии с протоколом 802, если я не ошибаюсь, 3T, который, соответственно, является спецификацией по питанию по Ethernet. Итак, таким образом выглядит картинка, значит, вот тут, а то, чтобы представить, как бы, вот если в первый раз посмотреть на наш каталог, и, значит, можно слегка растеряться от обилия заказных номеров, от обилия разных опций, аксессуаров и так далее, значит, дабы не растеряться, то есть, в принципе, можно использовать данные картинки, данные слайды, для того, чтобы, значит, понять, какой элемент, к чему, так сказать, какой камере предназначен. То есть, в данном случае, например, для MB420 имеется окрепежная такая вот скобка или кронштейн, сама камера, кабели питания, кабели, значит, передачи данных, интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру либо к контроллеру, а также имеются заказные номера для интерфейсных модулей, и, а также предлагается заранее, так сказать, собранные патч-корды для подключения камер по Ethernet, с одной стороны такого патч-корда, значит, у нас имеется разъем M12, с другой стороны LG-45, но на самом деле нет ничего сложного собрать такой кабель самостоятельно, поэтому, если вы хотите, можете покупать готовые кабели, если не хотите, их можно собрать самому. Подобная же картинка представлена для камер MB440, немножко от другой здесь используется кронштейн, большее количество моделей, не две, как в случае М123, соответственно, имеются у нас те же самые аксессуары, а именно кабели для подключения к коммуникационным модулям, кабели Ethernet, кабели для подключения к по протоколу RS-212, ну, в принципе, все, так и вкратце. То есть, разумеется, здесь уже есть отдельные вещи, связанные именно, например, с набором компонентов для подключения к модулям ASM либо RF-серии, но, значит, это уже зависит действительно от того типа, скажем так, кабельного хозяйства, которое у вас есть уже на производстве, допустим, да, соответственно, уже в зависимости от этого обычно и подбирается тот или иной модуль. Так выглядят варианты интеграции наших камер с сетями автоматизации, то есть, допустим, если мы посмотрим на самый нижний уровень, то камера может подключаться к профибаз по модулю ASM456, при том, сама камера соединяется с модулем, описанным, значит, кабелем для считывания подключаемым к модулю. Соответственно, напрямую можно подключить камеру по Ethernet, как в какой-нибудь серверу с базы данных атакой контроллеру. Это касается как камеры MV440, так и 420. То же самое, мы можем увидеть, что 40-ую камеру мы также можем подключить через коммуникационный модуль в сети профинет. Итак, о камерах все, теперь давайте мы более подробно поговорим о системах радиочастотной идентификации. В отличие от систем считывания кодов, система радиочастотной идентификации обладает огромным преимуществом в том смысле, что для них нет необходимости обеспечивать визуальный контакт между считывателем и объектом, на котором нанесен код в случае системы считывания кодов, в системе радиочастотной идентификации на соответственно значит на наш объект, на наш продукт окрепится специальная метка значит их количество огромное на самом деле вот например на нашем демо стенде сейчас я постараюсь вам показать у нас тут имеется несколько вариантов меток тут показано вот соответственно есть вот а такие метки наиболее дешевые есть а такие метки бумажные значит чуть подороже которые соответственно являются окрейками при том на эти же метки можно значит отпечатать ту или иную информацию то есть например если заказчик хочет пока еще боится переходить полностью допустим на систему RFID то он может одновременно использовать и устройство записи значит RFID и соответственно одублировать информацию нанесенную на метку при помощи принтера например таким образом ну и соответственно наиболее мощные наиболее такие может быть дорогие но тем не менее наиболее надежные метки которые играются взрывозащищенными которые как говорится об огне они говорят в воде не тонут значит также мы прилагаем здесь на самом деле вот плохо видно но я думаю в конце я вам постараюсь показать тут огромное количество тут у нас есть меток просто бросок меток которые я постараюсь вам показать и что касается тех систем которые мы прилагаем достаточно широкая линейка систем имеется начиная вот систем такого значит базового уровня в данном случае мы говорим о системе RF200 и заканчивая мощной системой работающей в лучшей диапазоне осематика RF600 значит давайте более подробно об этих системах поговорим в принципе все продукты которые имеются в портфеле Siemens покрывают все существующие стандарты в этой области у нас есть система работающая в КВ диапазоне скажем так это на частоте 13,56 МГц имеется система работающая как я уже говорил в диапазоне УВЧ это система осематика RF600 и также у нас имеется система МОБИ-У которая работает в диапазоне 2,4 ГГц то есть в микроволновом диапазоне если системы RF200 RF300 МОБИ-Д осематика RF600 все соответственно являются пассивного типа то есть метки не содержат никаких элементов питания и работает оттока по отраженному отсчитыванию сигналу то есть система МОБИ-Ю соответственно все метки системы являются активными то есть они содержат элементы питания за счет чего достигается достаточно значит за счет чего можно осуществить очень тонкую настройку дальности считывания и соответственно избежать интерференции и помех в сложных таких условиях когда у нас большое количество металлических конструкций и так далее где одним словом наблюдается препятствие для нормального распространения сигнала итак вернемся к системам R200 система R200 это базовая значит скажем так система начального уровня работающая в типозоне 1356 МГц соответственно на вашем экране вы видите считыватели метки и соответственно комбинационные модули о которых мы уже с вами успели чуть-чуть поговорить предназначенные для интеграции в сети автоматизации и также имеется портативный считыватель который учитывая что система RF200 и система RF300 может работать по одному и тому же протоколу ISO 15693 то соответственно данный считыватель работает опрямим для двух систем итак что касается RF200 считыватели вы видите на экране считыватель RF210R представляет собой компактный винчеваемый считыватель с диаметром M8 RF220R имеет диаметр 20 мм и соответственно предназначен для винчевания в какие-то объекты конструкции на конвейере и соответственно является очень удобным в этом смысле RF240 и RF260R уже имеет вид коробочки соответственно монтируется на 2 винта M5 соответственно имеет больше может быть немножко габариты конечно но при этом они обладают большей дальностью следует сразу отметить что системы радиочетонной идентификации работающей в диапазоне от 1356 обладает огромным преимуществом перед теми остальными системами в том смысле что емкость памяти на метках очень велика и может достигать в случае для RF200 2 килобайта в случае RF300 64 килобайта данных другие системы не могут опасаться такими объемами памяти но при этом есть недостаток в том что они являются так сказать обладают малым радиусом действия в случае RF200 максимальная дальность действия составляет всего 14 сантиметров но тем не менее для таких производств как фармаиндустрия как пищевая индустрия данная система может найти очень хорошее применение тем более что асенант для нее очень привлекательный итак что касается меток все метки давно существующие на рынке системы мобиде которые я в принципе особо касаться не буду поскольку на сегодняшний момент последовательным продуктом так сказать последовательным является система RF200 и RF300 все эти метки подходят для системы RF200 и RF300 и в данном случае давайте более подробнее посмотрим на то какой вид имеют те или иные метки метки прошу прощения итак имеются метки в форме кредитной карты это D100 2200 есть метки в форме такой таблетки D160 D460 имеются метки предназначенные для монтажа на металл например D425 D428 имеются метки которые имеют особо прочный корпус вот я хотел бы чтобы вы обратили особое внимание на метки работающие по E151693 все они здесь работают по этому протоколу на метку D139 она выдерживает скажем так тепловые нагрузки до 220 градусов является взрывозащищенной устойчивой к химикатам и обычно применяется в цехах покраски на автомобильных производствах но также может использоваться например в химчистках или на каких-то мойках и так далее где постоянно наблюдается воздействие каких-то агрессивных сред и соответственно повышенная влажность температуры и так далее имеются метки которые могут монтироваться в углубления то есть допустим высверливаются в каком-то допустим металлическом объекте высверливается отверстие и туда помещается метка например D422 она может ввинчиваться металл и соответственно находясь в каком-то детале допустим двигателя заподлицо соответственно мы тем самым довольно компактно можем ее разместить и убедиться что данная метка не будет мешать так сказать процессу не будет сорвана сбита кем-то и так далее примеры интеграции показаны на экране а что касается считателей то считатель может напрямую подключаться к контроллерам S7300 через модуль ISM475 в данном случае мы видим считатели RF-260R подключенные к данному модулю подобным образом мы можем подключаться к сетям Profibus через модули ISM456 RF-160C также имеется версии которая позволяет подключаться по протоколу 422 прошу прощения RS-422 напрямую в станции ET200S например то же самое вот это касается и считателей RF-260R и если мы говорим о ProfiNet то здесь как обычно мы используем модули RF-180 и B12-120C для подключения считателей через данный модуль к сетям ProfiNet что касается портативного считателя RF-310M то он учитывая что подключение отширяется либо по RS-232 либо по Bluetooth то мы можем напрямую подключить уже считателей к нашей системе учета наших кодов то есть по сути это база данных RF-300 более мощная система за счет чего за счет того что она является по сути двухтиапазонной то есть те считатели которые визуально вроде бы похожие на счет эти RF-200 они являются двутиапазонными в том смысле что радиоинтерфейс разумеется один и тот же именно протокол значит обмен над данными значит их уже здесь два это либо стандарты и относительно медленный протокол ISO 156193 в системе RF-300 также используется собственный проприоритарный протокол Siemens который в 4 раза быстрее чем ISO и соответственно по данному протоколу большее количество информации можно передать на метки при этом в данном гипозоне для данного режима работы используются отдельные метки несовместимые с метками MOBI.D либо ISO 156193 которых мы уже говорили и соответственно они у нас представлены в левом нижнем углу экрана итак что касается считателей визуально все не похоже в принципе отличие в том что у считателей RF-350R имеется внешняя антенна чего не было у RF-200 данные считатели значит также у рассчитателей RF-300 нет считателей которым можно винчевать в какие-то объекты они не являются винчеваемыми но при этом RF-300 позволяет достичь несколько большую дальность то есть максимальная дальность данных считателей которые работают в режиме RF-300 это 21 сантиметр это по использованию значит считателей RF-380R при том я хотел бы еще раз отметить что есть два варианта считателей для подключения по RS-232 либо по RS-422 то есть в зависимости от типа подключения можно по разному подключать данные считатели к сетям автоматизации что касается внешних антенн например для RF-350R то есть у данного считателя есть разъем для внешней антенны в тех случаях когда необходимо добраться маленькой антеннкой компактной антеннкой до какого-то трудно доступного места либо если мы хотим винтить скажем так антенну по аналогии с считателями RF-200 то для этих целей мы можем использовать например антенны 12 18 30 и так далее видите здесь есть довольно-таки большой выбор этих антенн что касается RF-300 это портативный терминал как я уже говорил поддерживает передачу данных по Bluetooth по RAID 32 забыл упомянуть что есть опциональный модуль который подключается в сот памяти этот модуль VLAN то есть по протоколу 102.11b можно передавать данные по Wi-Fi соответственно внешний вид вы видите на экране по сути это сотпати продукт который Siemens делает бренд лейбл но тем не менее то есть он уже довольно-таки давно существует на рынке и в принципе активно используется в тех случаях когда мы поставляем решение по RAID ну в принципе наверное здесь и все что касается меток работающих по протоколу RF-300 имеется метки RF-320T которые являются недорогой компактной меточкой такой 340T 350T чем как говорится старше модель тем значит больше память и соответственно больше скажем так устойчивости к воздействию неблагоприятных условий за исключением RF-360T это вот такая отдельная настоящая метка что называется в виде такой пластиковой карты она не они слишком мощные но имеется ввиду они очень сильно устойчивы к воздействию разного рода химикатов и так далее но тем не менее вот она имеет вот такой вид соответственно она может монтироваться через специальный кармашек вот такого вида сейчас я постараюсь показать на металлические поверхности и соответственно в данном случае сейчас я просто ее покажу значит ее можно монтировать на металл и соответственно значит тем самым будет очень удобно ей пользоваться учитывая что данные метки являются именно плоскими и имеют довольно-таки большой размер обычно они позволяют достичь максимальной дальности считывания то есть если мы говорим о метке например округлой маленькой то соответственно у нее будет обычно меньше дальность чем у такой метки имеющий такой размер соответственно итак что касается RF380T это такая замечательная метка являющаяся аналогом значит аналогичная по своим скажем так механическим свойствам метка серии RF200 которая позволяет работать в температурном диапазоне от минус если не ошибаюсь от 20 до плюс от 20 градусов является взрывозащищенной является химически устойчивой и соответственно в тех условиях где наблюдается наиболее сильное тепловое и химическое воздействие на объекты то соответственно мы можем использовать эту метку напомню что данные метки в частности RF370T 380T 350T имеет возможность значит охранить до 64 килобайт памяти именно такие метки обычно используются на автомобильных производствах почему потому что в процессе сборки автомобиля над заготовками скажем так над первичным таким вот пустым корпусом отширяется огромное количество операций которые потихонечку растает мясом и в итоге превращается в готовый автомобиль за время сборки нужно записать огромное количество информации о том какие операции производятся над заготовкой соответственно в данном случае такие метки с таким объемом памяти просто так являются оптимальным по своему применению мы уже видели эти метки повторяться здесь не буду значит они также сместимы с считывателями RF300 но как я уже говорил протокол передачи данных в данном случае будет более медленный и соответственно скорость передачи данных также будет меньше кроме того данные метки обычно имеют меньше размер памяти то есть максимальный размер памяти для данных меток составляет 2000 байт на картинке представлены варианты интеграции в системы верхнего уровня здесь я тоже сильно останавливаться не буду опять-таки значит данный слайд я всем желающим готов предоставить соответственно если будут вопросы каким образом подключить тот или иной считыватель к чему то соответственно есть различные тут у нас варианты опции и вот данный слайд будет подсказкой итак суммируя информацию о системах работающих в режиме VCH то есть на частоте 1356 мегагерц они обладают огромным преимуществом в плане объема памяти на метках но при этом недостаточно большая дальность обеспечивается и тут соответственно у нас на арену выходит система RF600 в данном случае значит в качестве радиоинтерфейса используется диапазон частот 865 945 мегагерц соответственно значит применение в Европе либо в России используется диапазон 865 868 диапазон в 900 мегагерц диапазоне используется в Штатах и Японии то есть мы сейчас говорим разумеется значит о применении у нас система является наиболее мощной с точки зрения дальности учитывая что частоты выше мощности используемые здесь выше принцип действия несколько другой то есть если допустим в системах RF200-300 то есть в КВ системах используется принцип индукции то есть наведение значит оттоков в метке в контуре метки от действия магнитной составляющей поля то в случае с системой RF600 здесь используется принцип короткого излучения то есть испускается импульс он доходит до метки и отраженный сигнал соответственно уже идет обратно на антенну за счет этого за счет большей мощности и соответственно такого импульса природы обмена данными достигается большая дальность то есть в принципе в пределе для системы значит RF600 при работе с считателем RF670 и антенной RF660A все они представлены сейчас у нас на стенде на нашем достигается дальность 9 метров для определенных типов меток то есть в сравнении с 20 сантиметрами у RF230 это конечно в порядке больше скажем так но есть минус следующего свойства учитывая так сказать именно природу так сказать и физику процесса объем памяти который может быть считан за один так сказать такс либо за одну процедуру такого обучения может не очень большой максимальный объем памяти который может быть на таких метках составляет 512 бит то есть конечно большую информацию здесь не запишешь но именно благодаря тому что метки которые выпускаются в данном для систем данного класса очень многочисленные не только семейцы производят но есть огромное количество других вендоров которые производят такие метки соответственно их цена если мы говорим о бумажных метках наклеиваниях на какие-то деревянные объекты может быть довольно-таки низкой она может составлять условно говоря 10-15 рублей за штуку а то и меньше соответственно данная система является оптимальной для использования в логистических приложениях на складах то есть везде где есть у нас какие-то складские комплексы движения товаров от производства до конечно заказчика в этом случае мы можем использовать именно систему такого класса итак что входит в линейку RF600 ну само собой считыватели здесь имеются считыватели RF620 и 630 есть кстати здесь у меня есть опечатка на этом слайде RF640R 660R производство уже снят его нет значит вместо него вышел считыватель RF640R и наиболее мощный считыватель RF670R отличие между ними с этим следующее что кстати вот такая маленькая подсказка здесь больше если вы видите считыватели RF600 из такого салатно-зеленого цвета это означает что он предназначен для интеграции в Сематик если же мы видим черный антарцитовый считыватель это означает что у него есть интерфейс Ethernet и соответственно его можно напрямую подключать в сеть Ethernet и соответственно передавать данные куда угодно минуя тот же самый контроллер почему потому что в частности если мы говорим про системы RF640R и 670R которые как раз таки имеют Ethernet интерфейсы передача данных считается по протоколу XML то есть поверх разумеется из Ethernet с TCP IP и так далее протоколом прикладного уровня здесь является XML который очень легко коннектируется к любой базе данных современной соответственно мы можем использовать систему и таким образом что касается антенн антенны бывают достаточно компактные есть варианты антенн которые имеют отрицательные коэффициент усиления то есть они по сути являются затухающими антеннами и антенны которые сильно усиливают сигнал то есть разумеется для антенн которые являются затухающими скажем так антенны RF620A она очень компактная и при этом с ее помощью достигается не такая большая дальность как мы ожидаем разумеется потому что антенна является затухающей то есть дальность будет порядка может быть 40-50 сантиметров это как раз таки иногда это делается специально для того чтобы пространственно разделить несколько считателей на производстве дабы они не интерферировали друг с другом извините такое выражение что касается мощности антенны RF660A она у нас представлена на картинке соответственно вы ее видите в правом углу с ее помощью как раз таки достигается коэффициент усиления 18 дБ соответственно дальность с ее помощью может составлять до 9 метров в таблинике также имеются портативные считыватели это система или так сказать считыватели RF680M опять таки тут у меня маленькая отпечатка прошу за нее прощения который является последователем предыдущего значит считывателя предыдущего поколения RF610M это набор меток визуально они чем-то похожи на метки от системы RF230 но разумеется у них совершенно другие чипы памяти и другой вид антенн если их все раскрыть то мы увидим что они очень сильно отличаются здесь хотел бы отметить что те метки которые есть у нас в портфеле это не окончательное так сказать и не нечто незыблемое под заказ под серьезный проект Семис готов поставлять кастомер специфик метки скажем так в частности вот один из наших заказчиков хотел получить бумажную метку но именно допустим круглого диаметра прошу прощения именно округлой формы соответственно значит вместо вот такой метки да значит была предложена метка именно с округлой формой а диаметр опрят 8 см соответственно в случае если как бы расход таких меток ожидается довольно таки большой то есть условно говоря там сотня другая тысяч штук в год то Семис готов делать такие метки по заказ имейте ввиду для конфигурирования системы RF 600 сейчас мы говорим именно о них ну и нескольких некоторых считателей серии RF200 и RF300 значит мы можем использовать специальный тул который называется RF Manager Basic предназначенный для конфигурирования именно и первичной настройки таких устройств если мы говорим про системы системы считывания кодов например то для конфигурирования первичная настройка означает в том что мы используем так называемый Primary Setup Tool для назначения IP-адреса и значит дефолтового гитвея для камеры то в случае с системами Sematic RF 230-600 мы используем специальный инструмент RF Manager Basic который как раз таки служит таким своеобразным инструментом для назначения IP-адреса и первичной настройки то есть назначение мощности передаваемого отчитывателя на антенну в случае RF670 мы можем разбить кстати я об этом не упомянул для Sematic RF670 мы можем разбить наш один физический считыватель на 4 логических учитывая что у данного считывателя 4 антенна выхода то соответственно мы можем сделать так чтобы использовать с одним считывателем 4 антенны и при этом мы можем их как логически разбить на независимые считыватели а так использовать их одновременно то есть в рамках одного логического соответственно это очень удобно и очень мощно получается как мы видим для того чтобы осуществить эти операции также требуется разумеется наш официальный тул RFManager Basic кроме того для контроля скажем так находится ли в зоне радиовидимости антенны меткой или нет также имеется официальный инструмент называется RFDiAC который именно предназначен для такой диагностики работает вообще у нас рассчитыватель с антенны или нет то есть это по принципу это такой очень удобный инструмент для диагностики который я постараюсь также с ними показать что касается меток здесь мы видим огромное количество этих меток 630 680 L это как я уже показывала такие бумажные метки самых различных форм-факторов для них имеются различные заказные номера то есть метки называются RF630L на самом деле это серия меток отвечающихся форм-факторами и разумеется заказными номерами и далее у нас идут 680L и соответственно идут метки предназначенные для различных целей которые некоторые из них могут монтироваться на металл некоторые не могут некоторые могут винчиваться в заподрецов металлические повязки некоторые опять-таки не могут некоторые можно кидать с высоты птичьего полета не знаю там бить толкать и так далее некоторые разумеется тоже от таких воздействий погибнут все зависит именно от тех условий от тех применений которые имеются в вашем случае вот на этом слайде очень хорошо кстати представлено такое своеобразное очень такой информативный график касающийся того какие метки могут монтироваться на металл какие не могут с какими метками обеспечивается максимальная дальность с какими минимальные какие метки дорогие какие дешевые если мы посмотрим например на стандартные бумажные метки то здесь мы видим что дальность составляет от где-то там трех максимальная дальность до 6-7 метров если мы говорим про такие вот бумажные этикетки и соответственно более надежные с точки зрения механического воздействия и монтажа на металл метки такие как например 640 630 они более мощные надежные но при этом имеют дальность считывания и разумеется более дорогие самая дорогая метка у нас RF680T взрывозащищенная для монтажа и на металл и не на металл соответственно я его вам уже показывал сегодня она конечно уже более дорогая чем те же бумажные метки что касается интеграции здесь мы вот видим такую картиночку как я уже говорил 620 630 интегрируется напрямую в сети автоматизации по S422 либо через модули либо через не либо а просто через модули но либо через модуль например SM475 который имеет то же самое форм-фактор что и стойка контроллера SM300 соответственно это очень удобно если же мы говорим про то что значит у нас есть о необходимости передать данные по сети и нету так сказать рядом стоящей значит стоечки контроллера либо станции и это вести про то нам для этих целей здесь уже потребуются модули RF180 либо SM4756 для считывателей RF670R RF640R который здесь не представлен и для считывателя RF680M значит мы можем использовать напрямую интеграцию в сеть верхнего уровня то есть базы данных используя средства TCP IP и протокол XML который хорошо документирован я имею ввиду команды считывателя очень хорошо документирован в мануале и соответственно мы можем написать свое собственное ПО которое позволит нам интегрировать получаемые данные в базу без воздействия стороны контроллера и так далее таким же образом вот как раз таки в подтверждение моих слов еще один вариант интеграции здесь мы можем интегрироваться с ERP системой в целом с системой управления производством и так далее которая по большому счету представляет собой огромную резервированную базу данных повторюсь для передачи таких данных мы можем использовать команды которые можем отсылать от некого приложения в формате который понимает наш считыватель что документировано в соответствующем мануале и так сделаю такой вывод небольшой 600 серия позволяет нам работать на больших расстояниях очень гибкая применимость на логистических центрах объектах где производится ассортировка продукции либо заготовок например на складах кроме того мы можем использовать систему RF600 для позиционирования объектов то есть например если мы высверлим в полу на расстоянии 50 сантиметров друг от друга кучу отверстий и тут разместим там устойчивые к механическому воздействию метки то мы при перемещении объектов по такому складу одновременно можем считывать данные с меток в полу и меток находящихся на продукции соответственно тем самым мы будем привязывать на некой цифровой карте ту или иную палету либо продукт к определенному месту на этой карте соответственно тем самым мы можем подизонировать да такое решение будет не очень скажем так бюджетным учитывая что достаточно большое количество меток потребуется для того чтобы покрыть довольно таки большой склад но тем не менее это можно сделать других вариантов по большому счету здесь особо наверное и нету потому что если мы говорим про какой-нибудь вариант GPS то здесь уже все-таки он уже понимает что это будет открытый склад это будет некий там крытый там ангар и так далее то здесь уже конечно GPS применить будет весьма-весьма сложно что касается такого вот на этом слайде представлена общая картинка как можно интегрировать значит и считыватель кодов и соответственно система радиочастотной идентификации в среду автоматизации Сематик но опять-таки тоже я тут получается чуть-чуть повторяюсь хотелось бы отметить что Сименс на рынке RFID работает не первый день и не два и не три года уже мы на рынке более 25 лет несмотря на то что наша продукция может быть не так сильно известна как продукция некоторых других линдеров но нужно учитывать что наш фокус это идентификация в особо сложных условиях там где другим плохо нам что называется хорошо по этой причине собственно говоря хотел бы такой маленький маркетинговый слоган добавить что в тех случаях где другие вендоры не справятся с идентификацией а Сименс будет на высоте но тут я хотел бы еще просто перевести тут количество достаточно большой компаний где соответственно были такие внедрения сильно много на этом останавливаться не буду в России также есть внедрения но не такие огромные например самый крупный проект по внедрению системы Симатик РФ600 был на заводе БМВ и на этом заводе если честно сейчас не помню где именно находится какой именно из заводов но там было внедрено 350 считателей Симатик РФ600 количество обвязки антенн кабелей и так далее быстренько пробежим сейчас вот просто я вот именно пролистаю именно те варианты и те референсы где используются на системе идентификации от Сименс то есть мы видим например производитель немецкий душевый кабин использует Симатик РФ300 на заводе БМВ используется в частности считатель кодов который может считывать коды нанесенные прямо на металлические заготовки как мы видим из картинки здесь Volkswagen РФ300 используется таким же образом для идентификации отдельных деталей в производстве от насосом производстве Сименс используется система РФ600 для отрекинга изделий которые проходят через такие обороты как мы видим на средней фотографии в сабачной промышленности на производителей окоплитующих для автомобилей также используется РФ600 то есть как мы видим здесь видите вот такая располагается антенна и на каждый из элементов наносится небольшая метка которая в массовом порядке быстро и весьма эффективно считывается данной антенной за атомосом в этом пару секунд это производство на компании значит производство телефонных аппаратов Сименс это бывшее подразделение Сименс и его соответственно на данном заводе используется такое типичное для РФ600 логистическое приложение то есть через так называемые оборота то есть через некий пункт контроля прогоняется контейнер или там палета с продукцией то есть внутри этой коробки располагается еще там не знаю стойких коробок с телефонами каждый из которых имеет метку и соответственно при прохождении через вот значит данные пункт контроля соответственно метки считываются с телефонов это означает для системы управления что определенная партия продуктов была отгружена на склад и соответственно либо уходит со склада заказчику Симен тоже здесь на него не буду останавливаться и теперь соответственно я с удовольствием отвечу на ваши вопросы если они у вас есть коллеги пожалуйста не стесняйтесь набирать в разделе Q&A ваши вопросы я постараюсь на них сейчас ответить если у нас еще осталось немножко времени вроде бы время есть то если у нас не подведет техника я еще постараюсь вам показать немножко интерфейс администрирования как для RF600 в данном случае так и соответственно для кончет камеры CMATIC MB440SR коллеги жду ваших вопросиков пока вы обдумываете я сейчас постараюсь подключиться к своему хозяйству всему этому потому что когда я пытался это сделать в предыдущий раз меня было так что выкидывало в предыдущий раз Итак, уважаемые участники, пока Александр у нас настраивает свое оборудование, подключает ноутбук к нему. У нас есть, в принципе, один вопросик пока. На этот вопросик Александр сейчас обязательно ответит. Так, так. Сеть не допустил. Нет, просто. Нет. Так, теперь вопрос. Все пока, Александр, несложно. Итак, наш вопрос. Поступил вопрос от Александра касаемо наличия меток для агрессивных средств, но при том, чтобы метка размещалась относительно криволинейной поверхности. Ну, в данном случае хотел бы сказать, что, в принципе, насколько криволинейна является ваша поверхность, для которой не подошла бы, например, метка RF680T, которая крепится на, соответственно, два шурупа. Допустим, если у вас радиус изгиба там составляет десятки сантиметров, то есть поверхность не очень сильно, так сказать, меняет изгиб, то, соответственно, мне кажется, можно здесь подойти и стандартная метка. Кроме того, если мы говорим о системе RF300, например, где монтаж метки считряется на один винт или шуруп, да, то здесь, в принципе, мы можем разместить на, так сказать, в произвольном объекте. Агрессивный средств, да? Да. Агрессивный средств, конечно. То есть, в частности, если мы говорим про RF200-300, то есть, если ваше предложение, значит, задает вам необходимость использования этих систем, то в этом случае RF380T, это, например, система RF300, значит, вы можете использовать метку RF380T. Есть пример? К сожалению, примера здесь вот у нас нету. Вот я просто сейчас постараюсь сделать какой-то обзорчик в виде, так сказать, летающей камеры, что называется, да? Так, видео только надо включить. А, видео, видео, они работают у нас сейчас, секундочку. Еще, пожалуйста. Давайте включим видео, да, сейчас, сейчас. Ага. Так. Вот у нас такой вот своеобразный демо-стендик. Здесь мы видим образцы меток, то есть, это просто фотография, конечно. Здесь мы видим сами метки RF680T, крепится на два, так сказать, винта, как мы здесь видим. RF, например, 630-я, винчивающийся металлический объект, соответственно, она не является взрывозащищенной, но она, значит, достаточно хорошо ободерживает высокие температуры, порядка, там, по-моему, 120 градусов. Ну, наиболее, в этом смысле, надежная из меток серии RF680T, является RF680T. Вот такая. К сожалению, здесь у нас не представлены метки RF380T, соответственно, которые мы могли бы использовать в агрессивной среде, но, соответственно, просто они имеют очень похожий вид, как вот, например, вот метка вот MOBID. Она, например, имеет вот такой формат, но, соответственно, чуть-чуть более толстая, то есть, если она велика для вашего объекта, ну, здесь, конечно, нужно думать. И еще один вопрос у нас есть, Александр. По поводу считывателя RF600 и параллельного считывания. Итак, RF600. Если мы говорим о системе RF600, то, по словам параллельное считывание, как я понимаю, вы имеете в виду возможность одновременно считывания нескольких меток. Для считывателя RF670R, совместно работающим с антеной RF660A, данное считывание составляет порядка 5-9 метров. Что касается количества меток, которые могут быть рассчитаны, свойств передачи данных для системы RF600, если я не ошибаюсь, 9,6 кбит в секунду. Если, условно говоря, мы размещаем в зоне радиовидимости антенны 100 меток, на них записаны информации, например, порядка 128 бит, например, как вариант, да, то примерно прикидкой мы получаем, что за секунду будет считано, соответственно, все 100 меток в данном случае. То есть, я считаю, довольно-таки быстро. Так, еще здесь вопросы есть у нас. Пока вопросов нет дополнительно. В принципе, может быть, попробуем, так сказать, делегировать коллегам возможность голосом вопрос задать, если там довольно-таки большой вопрос. Ну вот, есть еще дополнение к вопросу, я вижу, по поводу кривой линейной поверхности. Это цилиндр радиусом от 100 до 500 миллиметров. То есть, 10-50 сантиметров этот цилиндр, и вы хотите размещать, соответственно, метку на его боковую сторону. Ну, в данном случае интересует, цилиндр является металлическим или нет, и полным, соответственно, является он или нет, чтобы можно было как-то разместить метку. И насколько критичным является, как бы, возможность нечаянно сбить метку с данного цилиндра. То есть, если, например, мы говорим о том, что цилиндр полный, металлический пусть, да, то в этом смысле мы просто вот размещаем, вот, как сказать, вот, допустим, поставим себе вот этот цилиндр, такой, да, ну, не знаю, что вы можете его сымитировать. Вот, допустим, это, значит, наш цилиндр, вот он, лежащий на боку. То есть, разместить метку вот так, мы считаем, можем это легко абсолютно сделать. Значит, даже при таком изгибе все равно, то есть, ну, тут установлены винты, мы, как бы, крепим винтами к боковой стенке, значит, наш, наш объект, ну, и я имею в виду метку. И тем самым мы получаем, что она, в принципе, нормально крепится на эту стенку. Есть еще один вопросик появился только что. Так, вопросик. В B79 для работы 440 ходит в TA портал и предоставляется при заказе считывателя. Значит, что касается софта, который вам нужен для интеграции, в данном случае, если мы говорим об интеграции, например, с симматиком через коммуникационный модуль, то на софт идет с коммуникационным модулем. То есть, на, если не ошибаюсь, на диске, который идет вместе с системами, допустим, радиоэндификации, то есть считывателями, идет, значит, средство диагностики RF-Diag Tool и, по-моему, все. RF-менеджер Basic заказывается отдельно, но, в принципе, его можно предоставить в виде просто как дистрибутива, это не такая проблема, он как бы здесь, то есть это можно получить у меня, например, этот инструмент. А именно сами библиотеки, они идут именно с коммуникационными модулями. То есть, допустим, если вы покупаете модуль ISM-4056, то с ним идут FB-45 и SSH-55. Ну, от себя хотел бы добавить, что, честно говоря, вот конкретно FB-79 нужно, конечно, посмотреть, есть ли он в каталоге устройств в Теопортале, но какие-то там RFID-устройства, то есть, по-видимому, именно модули интерфейсные для подключения отсчитывателей, там существуют. Но то, что GSD-файлы для модулей существуют однозначно, это совершенно точно. Но это, правда, не для ТАИ, да, как я понимаю, все-таки? Ну, в крайнем случае, да. Если метки уже существуют долгое время, а Теопортал, как мы знаем, появился, в принципе, не так давно, то, как минимум, можно существующие GSD-файлы пристегнуть к Теопорталу, то есть, в свободном режиме. Существуют ли в стандартном каталоге, как бы, да, уже вот эти вот конфигурации модулей? Ну, это можно уточнить. В принципе, есть возможность тогда отправить нам запросик. Мы посмотрим, конкретно этот модуль виден или нет в, в общем-то, в каталоге стандартного Теопортала. То есть, конечно же, концепция наша ТИА, так называемая, да, Total Integrated Automation, то есть то, что продукты RFID – это тоже наше изделие, это, конечно, позволяет интегрировать их в составе проекта, в том числе и в Теопортал. Ну, напрямую сейчас, конечно, ответить сложно, например, добавлены ли эти устройства как стандартные в библиотеках, или их нужно, например, интегрировать с помощью GSD-файлов конфигурации. Вот, Александр сейчас, наверное, еще минуток десять дадим ему, чтобы он максимум, да, для того, чтобы он попробовал подключиться, как бы, все-таки. Если я подключаю, то у меня не выдевают десяти, видимо. Да. Александр, да, ты можешь рассказать через, ну, как бы, только показать, да, с помощью камеры. Камера нужно ко мне подключить. Да. Сейчас мы попробуем все-таки, коллеги, изобразить такой фокус. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим. Хорошо. Удачи. Хорошо. Уважаемые коллеги, это снова я, соответственно не получается меня сделать так, чтобы наременно работала и моя домо-система, и соответственно подключение через интернет, поэтому я буду показывать, так сказать, в режиме веб-камеры. Вот таким образом выглядит наш интерфейс считывателя RF, прошу прощения, MV440, мы сейчас говорим о системе считывания кодов. Первичная настройка заключается в том, чтобы мы сначала запускаем так называемый primary setup tool, то есть мы запускаем специальный такой, я думаю вы его знаете, tool, который позволяет нам найти в списке устройств по MAC адресу, найти устройство, тут у меня к сожалению это сейчас не работает, мы выбираем это устройство, назначаем ему IP адрес и уже после этого мы, спокойно перестроив наш интерфейс компьютера в ту подсеть, которая нам необходима, в которой находится щит и тюрьмы, туда переходим и соответственно видим вот такой интерфейсик. Нажимаем на кнопочку Setup и соответственно сейчас переходим в режим управления и настройки камеры. чуть подвис у меня компьютер, сейчас секундочку, отвиснем. загружается вот такой интерфейсик, а здесь указано, что камера находится в режиме Stop и первым делом нажимаем кнопочку Adjustment и сейчас у нас камера начинает активно работать, как мы вот видим там, да, значит пытаясь считать соответственно код. Ну разумеется, а здесь у нас сейчас ничего нет. Женя, я хотел тебя попросить... Можешь? Да, можешь показать, ты подойди пожалуйста сюда, подержи пожалуйста камеру, чтобы мы сейчас увидели как меняется изображение. Угу. Сейчас я постараюсь продемонстрировать на примере демонстрационного кода, как происходит щитывание. Сейчас еще покажем, что мы считываем. Ну пока он еще на самом деле не считывает, потому что мы на экране должны сейчас увидеть, то есть насколько... Сейчас секундочку, больше будем стараться найти изображение само. Сейчас я постараюсь методом научного тыка найти наш код. Вот он наш код, который пока очень плохо виден. Угу. Сейчас я сниму соответственно с камеры, ты покажи, как я снимаю с камеры соответственно наш кожух. Я добираю соответственно до объектива и начинаю работать с объективом. Подожми это что происходит у нас. Ну да, у нас шут. На здоровых случился у нас? Да, да. Connection Problem. Connection Problem. Режим Auto сделаем. Сейчас я буду стараться настраивать в ручном режиме наше изображение. Сначала я закрываю полностью пертонку и начинаю постараться так не вижу код, где он не исполнился. Вот. I'm the one for you too. Я буду... Можно мне повернуть Rashle dans le diasque? Можете мне повернуть на мегатив, чтобы мы tumultivаем ش там лесенуарит finale, que ce boo'y zien is, as he said, how the trouble is r�� для вас. Я даже... Видеокамера достаточно, державшーー, 있어요. то есть смысл сфокусировать вот мы дошли до нормального изображения но для того чтобы мы смогли считать нужно убедиться находится ли у нас данный код а именно в данном случае DMC код в разделе который соответственно мы можем так сказать мы должны убедиться что наш код входит именно в те коды которые мы можем считать ну как мы видим что тут в данном случае DMC не у нас не азатан в множество тех кодов которые мы можем сейчас считать мы поэтому это делаем таким образом переносим код из possible values в decoding ставим его на первое место и нажимаем apply камера это дело съела снова переходим в режим adjustment вот мы находимся в режиме автоисчитывания авто настройки в режиме adjustment находим наш код постараюсь не делать чтобы мы могли что-то считать так вот былой код наконец-таки он его ушел качество считывания сейчас не очень хорошие как мы видим потому что сбоку мы видим индикаторы которые показывают соответственно уровень картинки для считывания то есть считать по качеству качества так себе вот SC как раз таки и есть тот самый показатель но соответственно код мы считали мы видим что он стоит у нас набора слифов соответственно и буквы и так далее это после демонстрации именно того что код у нас считают разумеется у нас есть огромное количество вспышек огромное количество объективов которые позволяют нам менять поле обзора позволяют менять параметры считывания и так далее хочу вам показать раздел опций которые значит оснащена именно оснащен интерфейс камеры тут конечно все очень весьма размыто но я постараюсь чтобы вам было видно здесь как раз таки задаются такие параметры как выбор алгоритма считывания кода то есть если мы сейчас посмотрим на интерфейс мы здесь видим у нас есть режим iGenius есть режим стандарт ничего не видно конечно к сожалению ну да не буду ничего показывать но в целом вот на этом разделе в этой области у нас находится как раз таки выбор типа декодирования также у нас имеется здесь выбор типа соответственно выбор тех кодов которые мы хотим считывать на обкладочке image acquisition у нас есть варианты как мы будем триггерить камеру здесь же у нас есть варианты как можем ли мы использовать полное разрешение сенсора либо его половинку для того чтобы увеличить скорость рассчитывания для тех в случаях когда мы заранее знаем определенную позицию камеры в смысле кода и соответственно мы можем то есть мы понимаем что скажем так качество кода и значит его позиция будет качество кода будет высоким позиция будет постоянно поэтому мы можем попробовать уменьшить то разрешение которое будет использовать камера для считывания и соответственно увеличим тем самым скорость обработки изображений что касается вспышек здесь есть вариант выбора вспышки какие мы можем использовать значит с данной камеры то есть допустим мы купили определенную вспышку определенного типа мы соответственно выбираем здесь и задаем для того чтобы камера как бы построилась под работу с ней далее на вкладке безопасность сейчас секундочку тут конечно я понимаю что плохо вам видно но к сожалению ничего с этим не могу поделать учитывая что в нашем случае что то у нас не подключается как бы лайфмитинг к моему веб интерфейсу значит здесь мы можем разделять роли пользователей если есть администратор и есть так называемый технишин или сервис есть юзер так вот мы можем изменить права доступа к определенным функциям например может ли пользователь который здесь значит здесь мы задаем менять настройки может ли он завязать раздел опции и так далее и тому подобное соответственно здесь конечно значит все эти вещи мы можем отрегулировать и еще один один момент я хотел бы тоже попробовать показать тоже в разделе options это соответственно экстрас как экстрас значит на ней находится настройка скажем так галочка активации режима множественного считывания то есть multi-code то есть для того чтобы считатель наши осчитал допустим два кода в поле зрения мы должны активировать здесь соответственно галочкой нажать multi-code и набрать то количество кода которое мы ожидаем увидеть в поле зрения два три и так далее максимум пятьдесят при этом подчеркиваю что на сегодняшний день до обновления прошивки по крайней мере до пятой версии одновременно использование множественного считывания multi-code с алгоритмом ID Genius не поддерживалось опорно значит опрограммно по этой причине слабо скажем так некачественные коды плохо отпечатанные и значит и камеры которые допустим не считывают в режиме стандарт в данном случае не подойдут то есть нам нужно обеспечить хорошее качество кодов и в этом случае значит multi-code будет работать раздел connections позволяет нам задать ну понятное дело IP адрес устройства он уже был задан так сказать на этапе работы опраймеры setup tool но здесь мы можем задать скорости передачи данных по интерфейсу RAS22 IP адрес TCP сервера по которому будет осуществляться передача данных то есть в частности если мы сейчас например я переключу на 50 мой IP адрес соответственно 50 в данной подсетке я имею ввиду IP адрес сетевого интерфейса по которому сейчас я работаю не 50 а 55 нажав ok и запустив например программку по названию Hyper Terminal не помню как она там запускается сейчас запустим ее из стандартных программок стараюсь это показать просто сейчас вам так стандартные communication нет не communication utilities ага access solace communication hacker терминал создаем connection TCP IP окей задаем режим чуть повыше да задаем режиме соответственно wait for call и соответственно наш господин а именно камера должна подключиться к нашему hyper терминалу не хочет посмотрим что тут у нас не так так значит у нас IP адрес 1.55 все нормально IP адрес 8.55 порт порт 8000 я не указал наверно действительно так стоп waiting еще раз запустим hyper терминал от 2. 5. 6. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 10. Так, что-то у меня видать камера хулиганит Еще раз Setup Connections IP-адрес 1.55 Все вроде правильно Да, но коннекта нет Ну не знаю, коллеги, сейчас это давайте не будем считать время на это Но одним словом я хотел вам показать, что в данном случае в данном разделе управления камерой задается адрес TCP сервера по которому по стандартному последовательному протоколу можно передавать эти данные То есть в данном случае мы можем, например, посылать команду триггера на камеру В данном случае это может быть, например, запись заглавная буква T То есть как мы зададим именно в веб-интерфейсе камеры и тем самым мы будем отрегулировать камеру скажем так, по нажатию данной клавиши Время наше уже, наверное, выходит но, тем не менее, я просто я надеюсь, что вы получили примерное представление я, конечно, извиняюсь за то, что технически у нас были некоторые проблемы с этим мы получили представление о том, как выглядит интерфейс и какие базовые, абсолютно базовые сроки мы можем делать с данной камерой Теперь я постараюсь быстренько пройтись по сематику RF Manager Basic Неуспеваемо уже, да? Может, и не просто А, ну, будет мало видно? Ну, наверное, да, ты прав Я просто покажу тогда, давайте что я вам покажу, чтобы это было, как бы, более-менее зрелищно Это RF Diag Tool наш Если RF Manager Basic предназначен для конфигурирования и настройки непосредственно считывателей то, что касается RF Diag Tool, то в этом случае здесь у нас, соответственно Сейчас, секундочку, тут нажим на соединение у нас То мы, значит, можем показать, каким образом у нас осуществляется перепад сигнала Значит, это перепад уровня сигнала в зависимости от, скажем так, значит, дальности метки от антенки Сейчас еще раз нажмем Connect Как обычно, вчера все работало, сегодня не хочет Так, проверим у нас наш IP-адрес 30-й Жив или не жив? Говоришь, что не очень жир, да? Угу Сейчас посмотрим, сейчас мы его попробуем отсоединить Питание подальше Питание подальше Питание подальше Питание подальше Сейчас постараемся быстренько настроить Еще не чуть-чуть у нас есть Чтобы успеть настроиться Для этой целью мы запускаем RF-менеджер Basic Так, не все забываю про камеру Да, сейчас я запустил RF-менеджер Basic И посмотрим, что у нас В настройках Системы Так, сейчас мы откроем Наш свойственный проект Проект, соответственно, уже был создан До этого Поэтому я не буду сейчас его переставить заново Мы его откроем просто Адрес читателя у нас Должен быть 1.30 Мы, соответственно, сейчас берем и задаем И ищем Считателей в пределах, так сказать, Нашей подсети Что-то мы его не видим Интересно Даже очень странно Какие-то странные адреса у нас тут есть Но это, конечно, интересно Так, коллеги Я не хотел бы сейчас вас задерживать Учитывая, что тут у нас Техническая накладочка То, соответственно, сейчас я вам не покажу Интерфейс нашего читателя И не подемонстрирую вам Значит, работу с метками Но, тем не менее Как-нибудь, я надеюсь, я это сделаю в другой раз Сейчас, соответственно, я хотел бы Еще раз вас попросить задать вопросы Какие у вас были по данному Нашему сегодняшнему семинару Пока я сейчас буду Приключаться на интернет Значит, я попрошу Евгения сейчас Проконтролировать Какие вопросы приходят Ищу Юру Значит, я буду с вами через одну минутку буквально Ну, все, слезаемые частники Несмотря на вопрос Как говорится, ни на что Александру удалось рассказать В общем и целом о линейке тех продуктов Которые у нас существуют Для радиочастотной идентификации Ну, и вопросики Если они у вас сейчас возникли Вы можете их еще дописывать Также все вопросы Можно задавать через наш колл-центр Можно писать нам Технические запросы Технической поддержки Мы обязательно на них На всех ответим Ну, и Пожалуй Я сейчас передам Александру Еще раз очень слово Для того чтобы он Добавил Пару Если что-то еще осталось Сказать по этой тематике Я хотел бы сейчас Постараться быстренько На экранчике Показать вам свои контакты Я сейчас Обращу им, как говорится Жирным шрифтом Набью свой адрес электронной почты Я вот его сейчас постараюсь выделить На этот адрес электронной почты Я буду рад получить ваши Соответственно Письма Вопросы Замечания Так сказать Запросы касающиеся Продукты системы Радиочастотной идентификации Системы машинного зрения Системы считывания кодов Соответственно С удовольствием Буду ждать ваших вопросов Итак На экране Сейчас мы видим Видим Или не видим Сейчас чуть-чуть уменьшу Давайте Сделаем поменьше Шрифтик И на этот адрес Я жду ваших Примечаний Замечаний Вопросов И так далее Буду рад На них ответить Ну что ж Большое спасибо Александру За подробный обзор Еще раз Желаю всем успехов И с наступающими праздниками Мы Обязательно вернемся К вами В тревогу эфир В следующем году Также Будет Распланированы Наши вебинары По различным темам Рады Будем Вас видеть На наших Вебинарах В новом году Спасибо Всем большое За внимание Спасибо всем И с наступающим Новым годом Коллеги Все доброе До свидания Сейчас До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания